Стратегический курс объединения, устремленный в будущее, отвечает чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Действуя слаженно на принципах равноправия, партнерской поддержки и учета интересов друг друга, мы занимаемся решением самых насущных вопросов глобальной и региональной поездки. В 2024 году после вступления шести новых членов в БРИКС на долю объединения будет приходиться более 37% мирового ВВП, рассчитанного по приоритету покупательной способности. Это бросает вызов доминированию США и их ближайших союзников из Большой Семерки. О решении принять в состав БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сразу шесть новых стран стало известно в ходе 15-го саммита в Йоханнесбурге, который состоялся с 22 по 24 августа. Всего присоединиться к экономическому блоку выразили желание уже 23 государства, включая шесть получивших приглашения. Вообще нужно сказать, что на данный период времени БРИКС – это самая динамично развивающаяся международная организация. А уже на данный период времени мы можем сказать, что 26% мировой экономики сконцентрированы в странах БРИКС. И, естественно, когда в рамках этой мощной экономической структуры есть возможность соучаствовать, возникает большое желание и у других стран принять в ней участие. На данный период времени мы видим, безусловно, прорывной исторический момент, когда целая группа стран вошла в состав БРИКС. И сегодня БРИКС по своему влиянию уже затмевает и Большую Семерку, и, скорее всего, даже Большую Двадцатку. Поэтому это огромное историческое изменение. Расширение союза БРИКС за счет присоединения шести новых стран позволит создать общие рынки и устранить препятствия для взаимной торговли. С 2024 года к странам БРИКС планируют присоединиться такие страны, как Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечают специалисты, для России это только плюс. Мы с вами прекрасно понимаем, что ситуация момента такова, что Россия сегодня находится под очень серьезными экономическими санкциями. Практически все западные страны, можно посмотреть список стран, недружественных к России, посмотреть большинство стран Запада, они практически вывели из России капиталы, закрыли свои производства, закрыли свои представительства, магазины и так далее, и так далее. И, естественно, это пространство не может быть пустым. Когда Россия вступает в диалог с такими странами, как Индия, как Китай, естественно, в первую очередь возникает возможность наполнения товарного рынка, наполнения экономических каких-то задач, стоящих перед Россией, за счет сотрудничества с этими странами. По словам экспертов, рисков для Российской Федерации нет. За период существования БРИКС не было негативных последствий для страны. Однако везде есть свои подводные камни. Например, сейчас БРИКС активно продвигает идею изменения деятельности Совета Безопасности ООН. Это планируют сделать за счет включения новых членов из стран, которые входят в состав объединения. Однако не являются постоянными участниками Совета Безопасности. Сегодня стоит ряд новых задач, которые до конца, может быть, не понятны, контуры которых решения. Например, такая задача, как в рамках БРИКС изучается вопрос о полной дедолларизации, то есть полный отказ от доллара и переход на иные формы расчетов, на национальные валюты или создание, может быть, даже какой-то интернациональной валюты в рамках БРИКС. Это новый процесс, который еще до конца не ясен, как он будет развиваться. Поэтому мы, наверное, не сможем сказать, что он негативный, он просто еще не пройден. Отметим, что возможно создание национальной валюты на базе дружественных стран. Помимо этого может быть использована национальная валюта России, рубль и юань, национальная валюта Китая. Это денежное объединение может составить конкуренцию доллару. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.